Как бы ни относились к Ирану, но Иран является важнейшим государством этого региона. И урегулирование без Ирана более проблематично, чем урегулирование с участием Ирана. Я считаю лично, что Иран должен участвовать. Так же считает сейчас и французское руководство, я просто по следам своих последних поездок. Так же считает и австрийское руководство. В Евросоюзе в общем господствует точка зрения, что Иран должен участвовать в этой конференции. Сомнения большие у Соединённых Штатов, резкая негативная позиция у саудовцев и лагеря, который возглавляет Саудовская Аравия. Негативная позиция у Израиля, но Израиль не является ключевым государством в определении этой судьбы Женевы-2. Так что мне бы представлялось, что Иран должен быть вовлечён в этот процесс. Тем более, что достигнуты очень важные, возможно, переломные договорённости относительно судьбы иранской ядерной программы. И в этих условиях маргинализировать Иран, его изображать как какой-то особый негативный фактор в этом регионе. Там есть много факторов, которые играют крайне негативную роль. И выделять Иран как виновника большего, чем другие страны, которые играют гораздо более негативную роль, чем Иран. Я думаю, что было бы совершенно неправильно. Мне кажется, что Женева-2 без Ирана будет усечённой. Сопротивление осталось очень небольшое, прежде всего со стороны Саудовской Аравии. Я думаю, что даже Соединённые Штаты, в общем, по здравому размышлению, должны склониться к тому, что Иран должен участвовать. Продолжение следует...